Визуализируем шестикратную, шестигранную пирамиду, на вершине которой зерно, обвитое лентой ДНК. На вершину пирамиды ведет лестница, которую держит Создатель. Идешь по этой лестнице, из тебя снимают один слой за другим, снимают одежды кожаные лучами. Первый луч золотой. Он идет от вершины пирамиды и срезает пласты оболочек человека параллельно основанию пирамиды. Лучи идут один за одним, у них разные цвета и они постоянно меняются. Обратите внимание на то, что лучи срезают параллельно основанию пирамиды. То есть вот этот световой конус, который так идет, из него все время вот эти вот... Вы сейчас можете это же просто видеть. Вот они вот так вот как бы срезают, ну не как бы, а реально срезают. Вот эти вот пласты или слои снимают одежды кожаные наши. Пласты или срезы оболочек человека не просто снимают, их заменяют. Когда человек доходит до вершины, это уже новый человек. Он встает, как на знаменитом рисунке Леонардо де Винчи. Из самой пирамиды врывается свет, говорящий о цели воскрешения. О том, что человек должен был сначала преобразиться, чтобы воскреснуть. Эти лучи, первоначально идущие сверху вниз, достигают планетарного ядра, отражаются от него и поднимаются вверх. И когда они поднимаются, то видно, что сам свет подсказывает человеку, как идти и что делать. Когда человек встает на вершину шестигранной пирамиды, просим Отца Небесного о помощи. Свет усиливается. Вокруг человека возникает светящаяся сфера, и в ней по экватору 144 ячейки обоженного сознания, дождественных ячейков изначальной души. Раскручиваем их по часовой стрелке. И возникает текст рядом с ними, в котором каждое слово этого текста как бы идет сверху вниз, вертикально. Я есмь, жизнь вечная. В эту вращающуюся структуру вводим код 8, 8, 8, 9. И две цифры сверху и снизу, по центру. Цифра 1 сверху, цифра 3 внизу. После введения цифрового кода каждое слово текста, расположенного вертикально, начинает сиять. И не только слова. Солнце вспыхнуло и землю озарило фейерверком. От тех людей, что преобразились, пошел свет в виде салюта. Возникло ощущение ликования и восторга. От центра земли вышел огонь неопалимый и охватил пирамиду, состоящим на ней человеком. Огонь сконцентрировался в центре пирамиды, пошел наверх, как бы растворился и наложился на всю Вселенную. И вся Вселенная оказалась оплодотворенной образом этого человека. «Ончай колбаса» и обман витые «Ончай колбаса» переводит от центра земли полочай и тормоз доходя